Вечерняя школа Начинаем с Миштином, дав ламит Ламитетом Мудалев А лукея хрула в михавейру бешвиз Но если он срок бометона или фиша, то он расширил лукой бешвиз Так написано Миштин А еще есть написано, что в седьмой год У нас седьмой год проблема, что это шмита И соответственно, человек, который берет лулав Он просит подарить ему и трог Чтобы он взял по одного, как называется Одного махера Который покупает сразу четыре вида Просит ему и трог подарить Потому что нельзя покупать его Значит А лукея, человек, который берет лулав То есть луав, имеется все четыре вида Ушана Ну это не трог бометона Луфиша Эйн Рашай Что не имеет права купить его в Швейд Представляет Раши Лунира Далукеях Мямаара с горсином То есть не написано, нельзя сказать, что берет хавейру Хавейру товарища своего Нужно сказать, что берет амарац Продавец, который амарац Гарсин Гарсин То хавейру, да, но если Чего про хавейз сейчас говорит Раши Чего это? Секундочку, секундочку, давайте прочтем Раши Ли не рада луках мямаарац горсина Раши говорит, что то, что написано мишне Это неправильная герса Неправильная версия, нужно прочесть Нужно написать, изменить немножко мишну Правильная герса, правильная версия это мямаарац Да, в амарац коммайре Кадамрин Багмора Потому что говорите, как в амарац В амарац ле габей хавейр ло карере хавейруй А если, так сказать Человек, который Про кого говорится, кто берет, кто покупатель По продавец он амарац Покупатель он кто? Покупатель он не амарац То есть он не амарац, то почему он называется хавейру Неправильно называть его хавейру товарищ Если скажут, что покупатель тоже амарац Мисайслан и акзик хавейра бахошут Может он будет слушаться, что товарищ Его будет это самое Товарищ он не это самое, мы ему не доверяем Он будет нас слушаться, конечно не будет Поэтому здесь очевидно говорится, что про хавейру Человек, который поедет хавейр Продает амарац, поэтому нужно сказать не хавейру А нужно сказать амарац Что? В чем хорошо Сейчас увидим Значит здесь нужно понять Сначала нужно немножко действует вступление Которое мы сейчас учим в хавейрус Давайте сначала читаем раши Это хавейр шакуне Ушанна куля миамарац Объясняю сейчас сразу на шмешну Что здесь говорит человек, который называется хавейр Который покупает Ушанна куля Ушанна куля Ушанна куля То есть было разделение общества На хавейрим и амарцам Что такое амарцам? Просто так люди назывались амарцы И была такая люди, которые были как члены партии Не знаю как их назвать Высшая каста Которые назывались хавейрим Я не знаю как их назвать Назывались они хавейрим Чтобы вступить То есть это у них было слово хавейр такое Прушим Не знаю как их назвали Прушим фарисей Это слово Прушим Он назывался фарисей Так называли еще Прушим Переверско-нурско-фарисей А? Фарисей, да Они вместе вшли Конечно Эти к дздуки Они привели как саддуки По-моему они не очень знают разницу Переводчики Ну не важно На самом деле разница называется Ну не важно Но как бы то ни было То есть было понятие такое Что значит было То есть с чего все началось Так написано Что Рабьохан Кангадур Если не ошибаюсь послал И понял что Многие люди не отделяют Турмотумасрот Что такое Турмотумасрот То есть человек, который выяснил Обязанный Турмотумасрот Оказалось, что аморациям То есть многие люди, которые не отделяли Почему-то было слишком большие убытки Десятую часть плюс десятую часть Почти пятую часть нужно отделять А? Турмопольщая Плюс еще пятьдесятая часть Почти пятая часть Это Хасвы Халилы Это Дурайсы Майсеры Это Дурайсы Майсер Трумак, Доля все отделяли Так написано Все отделяли ее А Майсер и Майсер Это Дурайсы Никто что никто Есть многие люди не отделяют Писано что большинство отделяло И никто не отделяло Цепочка Тогда было восстановление Что человек просто так Он Лон-Эльмант Т.е. ему не верит Станин говорит что отделил Потому что многие не отделяли Постановили что В принципе Этот ответ В таре человек, который продает урожай, мы говорим, что скорее всего отделил. Если он горел и отделил, то в таре верят. А сейчас в этом мы не будем разбирать ее от начала до конца. Мы сейчас прочтем, что нам нужно понять. И что мы постановили, что человеку не верят. То есть просто так человеку не верят, что отделилизм от родного срода, хотя по таре нужно верить. Почему не верят? Потому что были люди, которые не отделяли. Поэтому было постановление, что человек, который отделяет, пока он не вступит в партию, пока он не примет на себя определенный, как сказать, на год. Как будет по-русски, на год. Право поведения. То же самое по отношению. То есть так же делились, как бы, омарац и хавейрус. То есть люди, которые приняли на себя все эти хавейрусы, они должны были, не имели права покупать, продавать. Это много всяких хавейрусов, которые они должны делать. Кроме того, насчет то же самое было, насчет, судя по сути, то же самое. Лет уже стал автоматом, я уже не знаю, как это работает. Начнет ритуальной нечистоты. Что, так сказать, есть, было такое постановление, не знаю, сколько оно постановление. Это не ядно, я не знаю, как назвать. Значит, что нельзя есть хулин только как бы таре. То есть что значит, что у нас есть понятие ритуальная нечистота. Ритуальная нечистота, у нас есть запрет. Запрет это кое-ну есть труму, когда он ритуально нечисто. Или когда труму ритуально нечисто. Запрет это есть майсер шейни, когда он ритуально нечисто. Или когда человек ритуально нечисто. Запрет есть жертвы. Запрет приносить жертву, запрет приносить горло — это все запреты, которые четко написаны в Торе. Есть еще, кроме того, большой ньян, я не знаю, как сказать, это видим, что называется лейхоль холин бетаара, то есть человек, который просто так ест обычную еду, он должен есть ее бетаара, когда он сам того, когда он может это быть. И это вещь, которая тоже себя хаверин кивлю, то есть вещь, которая деляла амарцевы хаверин, поэтому, так сказать, там это самое было еще, что бигдэ амарцем мэдрес лепруши. То есть постановили, что нянь как бы летальный нечистый, сколько они были, не это самое, видно были, не очень, как называется, разбирались в законах, то, в принципе, установили еще летальную нечистоту к этому самому отношению к амарцам. Это же не кашу, совершенно не кашу. Сами нечистые или видел кашу нечистые, это же две разные вещи. Две разные вещи, да. Так и почему они должны сходить тем, что они не ходят в книгу, что не ходили? Они, они, так сказать, не все знали о лохоте, не все эти самые, и что, и что, и что, и что, и что. Они не очень знали, как сказать, архакоты эти самые, не очень, судя по смыслу. Так было постановление. Значит, они постановили, что, так сказать, возможно, что это строение было просто отделить, потому что, как мы видим много раз в море, что нечистая, это была вещь, которая очень для людей, как бы сказать, не то что важна, но как очень, как сказать, принципиально. Мы видим это очень сильно. Возможно, просто отделить, так сказать, чтобы не было, как сказать, чтобы не было вместе не ели, и так далее, и так далее. Ну, в случае, такое было постановление, что это есть. Это вещь, которая есть много еще всяких олокот вокруг, около омарцы, поскольку омарцы, то есть это человек, который, несмотря на то, что мы говорим сейчас про людей, которые соблюдали митцвот, это не омарцы, которые сегодняшние, которые то, что называется в нашем языке хилуни, которые вообще ничего не соблюдают, мы говорим людей, которые соблюдали митцвот, ну что они, как бы, как сказать? Датилайт. А? Датилайт. Датилайт, то, что называется сегодня, да, вот типа такого. Значит, они, это самое, что отношение к ним было такое еще подозреваемое. Значит, одна из вещей, с которой у нас проблема, это сашвит. Первый вопрос, что такое сашвит, и как этот самый. Значит, седьмой год, на что мы их подозреваем, на что мы их не подозреваем, и так далее. Давайте начнем гумору, чтобы начать хотя бы понять, о чем здесь примерно идет речь. Значит, спрашивает, сначала гумора говорит, «Лор отца летен для Матона Мау. Если продавец взял и не захотел подарить витрок». Ему, говорит, подари. Он говорит, не подарю. Я бы тоже так сделал. Мне, говорит, подари витрок. Говорит, почему тебе подарить? Он не будет тебе подарить витрок. Приходит ко мне человек, я продаю, я прихожу к вам в магазин. Приправите мне, пожалуйста, водку, бутылку. Я думаю, что вы скажете, не подарю. Вы правильно сделаете это, скажете, логично. А? Я говорю, не важно, какие-то вопросы. Как бы то ни было, человек, который сам прихожу в магазин, подарите мне, я не знаю, что, что-нибудь дорогое такое. Обычно нормальная реакция не подарю. Логично. «Что же делать?» Спрашивает Моран. «Омара, вуна, мавлия, льо, дмэй, трогба, лулав». Есть очень простой патент. Лулав стоит, допустим, 60 шекерей. Луфрок стоит 100 шекерей. Говорит, давай так, я у тебя покупаю лулав за 160 шекерей, а трог ты мне даришь. Такую вещь, я думаю, что уже продавец может согласиться, почему нет. Какая разница? А? А? Не важно. Как бы то ни было, так оно работает. Значит, так это работает. Значит, это называется мавлия. Что такое мавлия? То есть, он платит за лулав больше так, чтобы это, так сказать, это самое. Не называют, что трог не платит. Спрашивает Моран вопрос, который напрашивается. «Валей сифлей баадей, маба раблема». Пускай купит этот трог, пускай заплатит деньги за этот трог. И купит его. Что за это самое? Что здесь за, как сказать, религиозные выкрутасы? Ну и что? Нельзя ли скорбыш визу говорить? Посмотрим. Значит, в моем случае, Моран спрашивает вопрос. «Валей сифлей баадей». Почему нельзя ему напрямую дать в руки это самое? Говорит Моран, не потому что нельзя это, а потому что «Альфиша эйн мусрим дмэй пероишви исламарат». Здесь как раз у нас получается новая, так сказать, интересная такая вещь. Значит, проблема такая, что когда есть понятие «при», которое швейд, что значит? Плод, который у нее есть свято с 2007 года, у нее есть интересное свойство, что называется «to facet damej». Что такое «to facet damej»? Если я его продаю… Мы сейчас не забираем вопрос, когда можно продавать или нельзя продавать. Мы говорим, что когда можно продавать, иногда можно продавать. Мы сейчас не занимаемся вопросом, а потом не заниматься. Покажется вопросом, когда можно продавать. Если я его продаю, то что? То он остается… На нем остается свято с 2007 года. Но деньги, которые получает продавец, они тоже получаются с 2007 года. Что значит свято с 2007 года? У них есть много аллахот. На них можно покупать только еду, нельзя покупать на них ничего другого. И вторая вещь. У них есть бьюр. Что значит? Нужно купить еду и съесть ее до того времени, пока есть понятие бьюр. Что такое бьюр? В общем, это Порошат Шаво, предыдущий, да? Написано, что в седьмой год все будет ничейное и будет есть и животные, и эти самые звери дикие на поле. Отсуточи в то время, пока животные и дикие звери едят на поле, ты можешь есть дома. Когда закончилось на поле, что это значит? Когда есть урожай, не собирают, то через какое-то время начинают гнить. Он на поле уже, как сказать, перестает быть и сам. Если домой, то можно хранить его дольше. А на поле он уже начинает быть негодным к употреблению. В тот момент, когда он перестает быть годным к употреблению, нужно его закончить из дома тоже. Нужно, и уже нельзя его есть. Называется зман бьюр. У каждого плода, у каждого вида. А? Что? А у денег то, что они их продали? Деньги, да, совершенно верно. То, что они их продали, нужно в это время их тоже уже проесть. Называется зман бьюр. И здесь возникает вопрос, так сказать, вопрос, что Амарац он лон на иман беза. Амарац он не, как сказать, на эту тему ему не доверяем, что он сделает то, что нужно с этими деньгами. Поэтому купить у него Итрог нельзя. Не потому, что нельзя покупать Итрог, который швейц, в этом нет проблем, это Агмара понимает. Агмара понимает, что есть проблема другая, что если я покупаю Итрог, я даю ему деньги за Итрог, а не получается Шмита, поскольку Амарац мы ему не верим, что он будет себя вести с этим деньгами, как положено вести, потому что он может не знать, может не то, может не то. А Амарац он не принял из себя законы. А? Может и Фнейвер, может просто он, что на иман, как будто не был тогда. Поэтому это нельзя делать. Потому что он может сделать с ними, купить на них то, что нельзя и т.д. Значит, это тоже здесь написано. Затане ин мусрим дмэй пирот шви и сламарец, ю терми мазон шелош судот. Кроме как, когда это можно, на столько, сколько стоит три суды. Значит, вещь, которая, когда количество маленькое денег, то мы говорим, что зачем ему сейчас нужно, чтобы купить еду. Вот, поэтому такое количество маленькое разрешили купить. А больше не решили. То есть отсюда видим, что Итрог стоит относительно дорого, больше, чем три суды. Спрашивает Итрог на куши, а отвечает, theoretically это процед 전 circulation. Этог, который на этом самом immediate, он чаще всего дорогой. Простой Итрог, который просто так съесть… Там, наверное, не будет ли. Итрог, который не кошерный, его можно съесть, чтобы съесть, чтобы его съесть. Если съесть, он стоит именно меньше, чем три суды. А Итрог, который кошерный, стоит больше трех судов. Поэтому нельзя его купить у Амарца, почему нельзя купить, потому что я даю ему деньги и на эти деньги мы боимся, что он делает то, что нельзя делать. И поэтому нельзя делать это. Давайте сегодня остановимся.. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...